Декриминализация рынка по продаже алкоголя По административным правонарушениям из незаконного оборота изъято более 17 тонн алкогольной продукции. Штрафные санкции превысили полтора миллиона рублей. За 12 месяцев 2022 года на территории Тверского региона выявлено и задокументировано 1122 административных правонарушений в области алкогольной продукции. В связи с этим можно отметить, что в целом снизилось количество задокументированных фактов хранения алкогольной продукции без лицензии со 104 до 95, уменьшилось количество случаев продажи алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами без лицензии. С 86 до 47 сократилось число фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним на 20%. На особом контроле сотрудников отдела рюмочные. На данный момент те рюмочные, которые работают на территории нашего региона, постоянно контролируются, проверяются органами полиции. Несмотря на то, что контрафактной продукции в рюмочных за минувший год не выявлено, само наличие таких заведений создает для сотрудников полиции немалые проблемы. Круглосуточная продажа алкоголя, пусть и по предусмотренным законам правилам, это благодатная почва для правонарушений и преступлений. Об этой проблеме мы не раз говорили и будем говорить в нашей программе «Тема дня». Другая проблема – торговля стеклоомывающей жидкостью, сделанной в кустарных условиях. Такую нередко продают с автомобилей на обочинах дорог. Там в составе находится метанол, соответственно, пары проходят все равно через воздухозаборники автомобиля при попутном ветре. И водитель, граждане, пассажиры вдыхают данное вещество. Для тех, кто не соблюдают законодательство по реализации алкогольной продукции, государством предусмотрено серьезное наказание. Штрафные санкции очень серьезные. То есть, если деятельность реализует юридическое лицо, то штрафные санкции от трех миллионов, чтобы понимание было, за продажу алкогольной продукции. Напомним, речь идет только об административных наказаниях. Незаконные складские помещения с левым алкоголем, как и производство контрольных закупок, находятся в компетенции другого подразделения ОМВД. Сотрудники полиции еще раз предупреждают жителей региона. Любая продажа спиртного из-под полы должна настораживать. От такого товара необходимо отказываться, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Мошенники продолжают обманывать жителей региона. В связи с этим тверские полицейские продолжают акцию «Отбой мошенникам». Послушайте запись реального диалога. Запомните детали. Если вам позвонят и скажут что-то подобное, сразу нажмите кнопку «Отбой» и прервите разговор. Ведь это самый эффективный способ борьбы с телефонными аферистами. Не общаться с ними. Речь идет о том, что сотрудники банка, пользуясь служебным положением, так же доступом к банковской системе, массово скомпрометировали персональные данные, порядка 125 тысяч граждан. Сейчас на людей всячески оформляют кредиты и пытаются списывать личные. К сожалению, вы в этот список так же попали, поэтому мы с вами связались. Посмотрите, была понятна причина моего обращения? Да, понятно. Сходя из заявления Центрального банка, могу предположить, что вы, естественно, хоть и занялись. То есть ваши данные были скомпрометированы тем-то из сотрудников. Соответственно, в любом моменте вас могут оформить кредит, либо списать ваши личные деньги. Поэтому, согласно 8-му федеральному закону о полиции, буду производить актер знаний, то есть заниматься сбором информации для возбуждения уголовного отсека. Последующий мэп информацию лично передам в ваши местные и перед реальные органы власти, и эти вопросы уже будут задиматься. Что значит, ты хотел узнать, когда не передавали ли вы личную информацию, если какие-либо персональные данные в организации, такие как МФЦ, больницы, страховые компании, агентства? Нет, не передавал. Да, не обращались за последний месяц, передавая паспортные данные? Нет, никуда. Не нужно подключить. Значит, в дальнейшем будет пройден ряд оперативных мероприятий, а также следственных действий для проверки отделений и сотрудников, которые могут встречаться. Необходимо выявить, откуда произошла утечка ваших стран, граждан, так что по вашему месту проживают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!